Уже завтра президент страны будет отвечать на вопросы россиян. На данный момент на прямую линию с Путиным поступило уже более полутора миллионов обращений. Что больше всего волнует жителей страны, сегодня выясняла моя коллега Екатерина Мут. Она в студии. Катя, какие вопросы к президенту самые популярные в этом году? Ольга, ну наверное я не буду слишком здесь оригинальна, если скажу то, что самыми популярными вопросами оказались вопросы в сфере ЖКХ. А на официальном сайте прямой линии президента их уже около 50 тысяч. Также огромное количество вопросов, связанных с различными льготами. Их почти 35 тысяч. Вопросов о труде и занятости, а также о заработных платах поступило около 25 тысяч. Отмечу, это цифры только с официального сайта прямой линии президента. Здесь еще не учитывается количество звонков и смс. Но еще в этом году стоит отметить то, что оказалось очень много жалоб на качество дорог. Причем поступают они совершенно с разных регионов страны. И вот что на это заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Давайте послушаем. Люди присылают огромное количество фотографий с изображением бездорожья, как за пределами городов, так и в них. Люди просто вне себя от качества дорог. Такого не было ни в прошлом, ни позапрошлом году. Вопрос о борьбе с беспределом коллекторов тоже в этом году стал очень актуальным и популярным. Кроме того, очень много жалоб касается и ветхого жилья. Но здесь стоит отметить то, что есть и на прямой линии президента шуточные вопросы. Например, многие люди интересуются, как у президента дела. И они даже просят передать привет своим родственникам с экранов телевизора. Ольга. Петяна, а насколько активны красноярцы? О чем спрашивают президента жители нашего города? От жителей нашего края Путину поступило уже около 300 обращений. Красноярцы интересуются о низких заработных платах, о пенсиях, о ценах на бензин. А также активно отправляются вопросы, касающиеся реорганизации жилфонда и режима черного неба. Кроме этого, задают и личные вопросы. Сейчас давайте послушаем некоторые видеозаписи наших земляков, которые были отправлены на прямую линию. Она переходила улицу, по пешеходному переходу. Все машины ее пропускали. Сын, богат, преподители. И же с ним еще трое парней летели развлекаться. И унесли мою девочку. Унесли так, что развели ей голову. Адвокат говорит, что больше двух лет не дадут. И они даже, если бы 20 лет им дали, они выйдут, они живые будут. А они даже два года не хотят сидеть. Они уходят, уходят. Выкручивается всяко разное. Находился в своем автомобиле. Вдруг ко мне подъехал ранее неизвестный мне автомобиль. Из него выскочили ранее незнакомых мне пятеро молодых людей. Вытащили меня из моего автомобиля и без всяких причин стали сбивать меня ногами деревянной битой. Эти пятеро нападавших избили моего пожилого отца-пенсионера. Почему так? Почему так? И почему никто не понес за это никакого вообще наказания? Передо мной даже никто не извинился. Напомню, это были видеообращения красноярцев к президенту Путину. Катя, а можно ли еще успеть задать свой вопрос президенту? И главное, как это можно сделать? Да, конечно, вопросы по-прежнему принимаются. Более того, их можно будет отправить еще в течение всего завтрашнего дня и в течение всей прямой линии, пока президент будет общаться с людьми. Сейчас вы можете на своих экранах посмотреть, как можно задать вопросы. Звонки принимаются по телефону 8 800 240 40. Звонок бесплатный. Другой вариант – отправить смс на номер 04040. При этом длина сообщения не более 70 знаков и только на русском языке. Также вопросы принимают на сайте Москвы. defisputin.ru или .rf. Из нововведений – возможность совершить видеозвонок в прямой эфир, а также высказаться в специальной группе во ВКонтакте. На странице группы есть кнопка «Задать вопрос». Прямая линия с Владимиром Путиным начнется завтра в 16.00 по красноярскому времени. И, конечно же, вопросов уже очень много. Но, тем не менее, завтра будет известно, на сколько вопросов ответит президент в этот раз. Обычно он это делает по статистике прошлых лет, отвечает на 50-60 в среднем вопросах. Завтра посмотрим, будет ли побит рекорд по вопросам, услышим эти вопросы и, главное, ответы.